Друзья, всем доброго времени суток! С вами Владимир и у нас дневное включение. Напомню, что речь идет о мусоросжигательном заводе, который будет строиться в Стопинской волости. Значит, тем, кто первый раз об этом слышит, напомню, уникальная история. Все дело в том, что из Рижской думы его перекинули в Стопинскую новоду, но чтобы все понимали, что по центру будет построен мусоросжигательный завод, который будет сжигать непонятного происхождения опасных отходов, 135 тысяч тонн. 24 на 7 будет завод работать, неся вред жителям. Сало спился, кенгаракса, пурчиков, плявников, улборки и так далее. И умышленно политики делают следующую вещь, как будто бы это проблема Стопинью. Вас вводят в заблуждение, поэтому не дайте им себя обмануть. Ну а теперь, собственно говоря, о последних новостях с Владимиром. Итак, напомню, все депутаты уже заочно подписали нам приговор, и мусорный завод будет. Теперь идет следующая процедура, идет одобрение людей. Хитрые депутаты, сначала мы думали, что они действительно могли что-то и не знать, и поэтому ситуация следующая. Обсуждение будет происходить не открыто. Внимание, будет выдана реферальная ссылка. Все депутаты разбегаются по домам, они не будут находиться в Стопинской думе. И они проведут закрытый, внимание, вы такого идиотизма ранее не встречали, это будет закрытый опрос общества. Тысячи человек, местных жителей, собираются и говорят, мы хотим высказаться не онлайн, а хотим высказаться по факту. Им этого сделать не дают. Люди объединились в Бедрибо, сейчас все скидываются деньгами, и речь идет о том, чтобы мы сами арендовали, внимание, мы жители этого поселка, сами для себя будем арендовать зал, для того, чтобы всем зайти и высказаться нет мусорному заводу. Ситуация следующая. Ни один политик, внимание, не вышел к нам. То есть это наши наемные рабочие, которые выполняют техническое задание в нашей думе, и они от нас бегают, никто из них ни на один митинг не вышел. В следующий момент мы попытались с ними лично связаться. Выясняется, что руководитель Стопинской думы Вита Паулойна взяла отпуск. Представляете, в этот очень важный момент для нашего новоц она берет отпуск, и с ней сейчас реально встретиться невозможно. То есть остаются считанные дни для того, чтобы мы обнулировали решение о мусоросжигательном заводе, никаких результатов нет. Поэтому мы смело можем опринять в том, что здесь дело пахнет взяткой. Вы сами понимаете, просто так депутаты не голосуют единогласно, и просто так они не бегают от своего населения. Следующая важная информация о том, что мусоросжигательный завод будут строить структуры, подвластные олигарху Шчелы. И с этим парнем никто не хочет собираться бороться. Следующая очень важная новость. Мы обратились к Саскане. Сам господин Ушаков не берет трубочку, а господин Чекушин официально отказал. Саскане в этом не участвует. Сегодня волонтеры встречаются с господином Росликовым и его партией, и сегодня вечером мы будем знать его ответ. Напомню, что волонтеров поддержал независимый депутат Глория Горевцова, но вы должны понимать, что пока все это попахивает популизмом, а нам нужны какие-то кардинальные действия. Напомню, что у нас была создана бедриба, и люди готовы за свой счет нанять самых дорогих юристов для борьбы, но на сегодняшний день у нас есть проблема. Мы в срочном порядке ищем юриста, поэтому если у кого-то есть проверенные юристы, просьба обращаться либо лично сюда. Ссылочку оставлю под описанием. Пожалуй, не буду оставлять ссылочку, оставлю свой личный номер. Можно созвониться, мы в срочном порядке ищем юриста. Напоминаем, что заседание будет 25-го, это в этот вторник, и времени очень мало. Нужны какие-то кардинальные решения. Благо, народу собралось много, теперь у нас есть и финансы, теперь у нас есть и желание идти до конца, поэтому из главных новостей сейчас юрист. Мы сейчас ищем профессионального юриста. Ребята, деньги есть, и надо работать не словами, а делами. Из последних новостей сегодня все. До следующего включения. С вами был Владимир. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова